Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами продолжаем курс лекции по ИСО 22716 парфюмерно-косметическая продукция GMP. И сегодня разберем главу 9 лаборатории по контролю качества. Основные принципы. Принципы, которые описаны в данном стандарте, это принципы для персонала, помещений, оборудования, заключения субконтрактов и документации. Это все точно следует применить и к лаборатории по контролю качества. Лаборатория по контролю качества своей деятельности должна гарантировать, что она будет выполнять необходимые требования процедур контроля. Какие это процедуры? Это процедуры по отбору проб и испытаний, процедуры по испытаниям. Далее, что именно выполнение данных процедур дает гарантию того, что можно будет разрешить все сырьевые материалы и продукты, готовые продукты, которые отправляются на рынок, и что все приемочные критерии по контролю качества выполнены. Что такое приемочные критерии? Если вы возьмете, например, сырье, с сырьем приходится проводительный документ, это паспорт качества вашего поставщика, в котором описаны все параметры контроля качества. Например, это описание, подлинность, количество содержания действующего вещества, pH. И там есть пределы. Например, pH должно быть в данном сырье от 6,8 до 7,2. И вот в этот предел, когда вы будете анализировать это сырье, pH должно быть в этом пределе, который написан в данном нормативном документе. Это и есть приемочные критерии для, например, pH. Далее, методы испытаний. Лаборатория по контролю качества должна использовать все методы испытаний. Именно все те методы, которые подтверждают, что продукция соответствует приемочным критериям. Причем приемочным критериям, описанным в нормативной документации на данную продукцию. Далее, процедуры контроля следует выполнять на основе определенных подходящих и доступных методов испытаний. То есть вы, если вы сами, например, разрабатываете как предприятие технические условия, то вы все-таки должны описать те методы испытаний, по которым вы можете провести все испытания и подтвердить, что сырье или готовые продукты соответствуют качеству. Если вы, например, не можете какие-то испытания проводить, тогда вы должны заключить договор со сторонней организацией контрольной лаборатории, которая может вам осуществить эти методы. То есть в соответствии с нормативной документацией, конечно, все методы испытаний должны выполняться. Далее, приемочные критерии. Приемочные критерии должны быть установлены для определения требований. Именно эти критерии, вот эти приемочные критерии, именно это те показатели, которым должны соответствовать все вот эти ваши сырьевые упаковочные материалы и готовые продукции. Результаты. Все результаты должны быть рассмотрены. И только когда вы просмотрите все результаты, после этого принимается решение о том, что одобрен данный продукт, там сырье или готовые продукции или упаковочные материалы. Он одобряется и может быть разрешен в производство. Или наоборот, он забраковывается и, например, нужно отбраковать, например, если касается упаковочных материалов. Или вообще отклонить и отдать, например, поставщику, если касается сырье. Или, например, откладывается какое-то решение до определенного рассмотрения и принятия решения. Вот. Далее. Результаты, которые не соответствуют техническим условиям или другой нормативной документации. Результаты, не соответствующие техническим условиям, должны быть рассмотрены санкционированным персоналом. То есть тот, кто изучает, кто ответственен за разрешение сырья, готовую продукцию упаковочную, потерял в производство. Только они могут все это рассмотреть и решить, что с этим сырьем или готовой продукцией делать. И все материалы этот персонал санкционированный должен изучить, рассмотреть и только после этого принять то или иное решение. Должна быть достаточно уверенность для выполнения любой повторной проверки. Вот, например, если ваш, например, готовый продукт не соответствует микробологическим каким-то требованиям, то есть наличие там превышения микроорганизма, то, естественно, тогда ни о какой переработке здесь речи быть не может. Этот продукт должен быть утилизирован. Если же, например, готовый продукт, ну, например, расслоился, вы опять-таки должны технологически подойти так, что вы можете это исправить. Но здесь как бы вероятность того, что вы будете повторно использовать этот продукт, вы его будете добавлять или в другие загрузки, или как загрузку полностью переработаете. Здесь должны быть, конечно, описаны все риски, чтобы продукт ваш был безопасен для потребителя. Поэтому к этому нужно очень тщательно подойти. Далее. Уже после изучения вот этот санкционированный персонал, который занимается вот этими отклоненными продуктами, он должен принять как раз решение. Или полностью отклонить продукт, или можно отбраковать его. Ну, например, это касающиеся уже полупродукта, который, например... Ой, готовый продукт, который, например, упаковали уже в пачку. Ну, что-то там пошло не так, например. Ну, срок годности не только написали. Поэтому вы здесь можете отбраковать или упаковать в другую пачку. Это вы можете переделать. Или вы можете... Или санкционированный персонал может отложить принятие решения уже для дальнейшего рассмотрения, изучения, разработки анализа рисков, чтобы правильно переработать данный продукт. Далее. Реактивы, растворы, стандартные образцы, культурные среды. Вот реактивы, растворы, стандартные образцы, культурные среды и другие. Да, они должны быть все идентифицированы. Для чего используется такая информация? Здесь какая идентификация должна быть? Название данного реактива. Далее. Какова крепость или концентрация в соответствующих условиях? Срок годности обязательно во всех вот этих перечисленных химических веществ должно быть. Далее. Имя или подпись работника, который приготовил эти реактивы или культурные среды. Далее. Дата, когда первый раз открыли этот реактив. И условия в хранении. Это в соответствующих случаях. Если это необходимо, как, например, стандартные образцы, может быть, необходимы или среды культурные держать в холодильнике, то должны быть соответствующие требования, определенные и написаны в индивидуационных этикетках. Далее. Отбор проб. Отбор проб, опять-таки, должен проводиться санкционированным персоналом. То есть тот, кто имеет обучение, как проводить пробы, тот, кто имеет допуска в производственные помещения, тот, кто обучен, как проводить этот отбор проб, только этот персонал может осуществлять отбор проб. И отбор проб следует определять посредством чего. Первое. Это должна быть методика разработанной отбора проб. Оборудование, которое будет использоваться. Но чаще всего, конечно, самое лучшее – это использовать пробоотборники. Ну, или если нет пробоотборников сертифицированных, то тогда, конечно, что за оборудование, там, ковшики, какого из какого металла, там, еще что-то. Все должно быть это описано. Далее. Должно быть определено, какое количество отбираемого продукта вы должны забрать. Далее. Всех мер предосторожности, которые должны соблюдаться для того, чтобы тот, кто отбирает пробы, не загрязнил продукт и не ухудшил качество. Здесь должно быть все четко прописано, как должны отбираться пробы. Далее. Идентификация пробы. Вы должны ее, значит, приклеить идентификационную этикетку, где должно быть, как бы, вот это все описано. Название, серия и так далее. Или загрузка, какая номер. И далее. Частоты. Как часто вы будете эти пробы отбирать. Как идентифицировать этикетку, ой, пробы. Что там должно быть на идентификационной этикетке. Это название или какой-то идентификационный код. Если у вас есть кодирование общее, разработанное на предприятии, то вы тогда должны поставить код на этой этикетке. Далее. Номер партии, как я уже говорила. Далее. Дата отбора пробы. Когда. Какого числа. Какого года. Далее. Контейнер. Из которого была взята проба. Должен быть написан, что за контейнер. И пункт отбора пробы в соответствующих случаях. То есть, где отбиралась проба. Например, в каком помещении, в каком реакторе. Далее. Далее. Сохранение пробы. Соответствующий санкционированный персонал пробы отобрали. И все эти пробы готового продукта следует сохранять в соответствующем образом в предназначенных местах. То есть, когда санкционирующий персонал принесли пробы в лабораторию, они должны четко знать, какие пробы нужно хранить в холодильнике, какие нужно, например, хранить в соответствующем, может быть, на какой-то тумбочке при нормальных условиях. То есть, все условия хранения должны знать и соблюдаться. Далее. Пробы готовых продуктов должны быть такого размера, чтобы можно было проводить анализ согласно местным регламентам. То есть, вы в регламенте или в другой нормативной документации знаете, какие анализы должны проводиться. Сколько, например, грамм нужно брать на тот или иной анализ. И вы должны отобрать соответствующие пробы, чтобы хватило именно на все анализы, которые подтверждают качество продукта. Далее. Все сохраненные пробы следует держать в первоначальной упаковке в течение определенного промежутка времени. Это именно те пробы, которые, как арбитражные образцы, вы должны держать определенное количество именно в той конечной упаковке, в которой расфасован ваш продукт. И содержаться при тех же условиях, которые написаны в нормативной документации. Это дело, это на каждое предприятие есть свой небольшой арбитражный склад, где вы храните эти пробы в соответствующих условиях, или в холодильниках, или в нормальных условиях, которые не требуют особых условий хранения. И, например, если у вас на рынке образовался какой-то брак, или там претензию вам прислали, вы вот эти вот арбитражные образцы поднимаете этой серии и вновь анализируете. И иногда, и скорее всего, вы будете изучать стабильность препарата. Например, теряет ли свои свойства ваш препарат через год, через два, через три, и в конце срока хранения. И тогда вот вам понадобятся вот эти арбитражные образцы, чтобы проводить исследования. Далее. Чтобы пробы сырьевых материалов можно хранить согласно утвержденным правилам вашей организации или местным регламентам. Но обычно все сырьевые материалы, они хранятся весь срок годности вашего готового продукта, в который вошли эти сырьевые материалы. Обычно, в общем-то, вот такие условия. Ну, на этом всё. Давайте закончим. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok